друзья всем привет это all star stalks рад вас видеть если можно так сказать и слышите буду рад видеть ваши комментарии и как всегда по традиции мы начинаем с вопроса как дела как вы спасибо что с нами спасибо что присоединяетесь я с удовольствием представлю нашу сегодняшнюю гостью это лера дитковская который является молодой певицей актрисой и собственно я думаю что вы хорошо знаете кто это и мы сегодня с ней поговорим о творчестве поговорим о вдохновении поговорим о музыке поговорим много о чем но конечно же о том о чем вы хотели бы поговорить потому что мы всегда опираемся еще на ваши вопросы я обычно как-то начинаю просто разговор для того чтобы все это закрутилось а дальше мы уже идем вместе с вами и с удовольствием отвечаем на ваши вопросы жду когда лера к нам присоединится и сразу смогу ее добавить в эфир но вижу что вы уже и передаете приветы пишите лера привет здравствуйте супер можете передать привет мне имя даша зельма даша привет передаем приветы всем спасибо что вы традиционно с нами мы очень рады это очень приятно конечно же мне хотелось бы чтобы мы встречались живую как мы это делали в рамках нашего проекта в магазине all stars на крещатике но в принципе учитывая что мы сейчас это делаем в онлайне мы так можем покрыть аудиторию и пригласить на ивент всех кто находится других уголочках и других городах и кто не мог бы находиться в киеве в данный момент вроде бы пока пока и и не пропустил вот для того чтобы добавить вижу что у нас уже опытки steam присоединились девчонки и очень очень много еще кто здесь класс слушай но готовьте ваши вопросы мне очень интересно будет пообщаться я конечно же представляю леру как молодую певицу мы прекрасно понимаем что у нее за плечами очень большой опыт работы в команде open kids а вот и она поэтому ей точно есть что рассказать друзья начнем собственно же наш совместный эфир понеслась ожидания 1 2 3 я рад тебя видеть спасибо я тоже взаимно я это всегда говорю в начале в конце класс очень классный голос я вам говорю как будущий диктор телеведущая да 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 я знаю что ты учишься на диктор и телеведущую это очень здорово и в этом плане нам есть с тобой о чем поговорить я обратил внимание что ты в очень крутой толстовки джордан мне кажется да ты угадал можно на ты или лучше на вы спасибо тебе большое то есть если ты хочешь так общаться и унижать меня в начале эфира делаешь что я очень взрослый но я думаю ты это делаешь с точки зрения уважения не с точки зрения там разницы какой-то возрасте но слушай как тебе угодно как тебе удобно давай начнем давай лучше на ты мне кажется супер мне тоже так будет очень легко и просто сейчас тут все активно уже делать тебе комплименты и классно на самом деле если вернуться четыре года назад я бы поменялась специальность мне кажется потому что четыре года учиться на телеведущую это как-то перебор по моему хватило бы два или три максимума вот сейчас четвертый курс уже готовлю сегодня целый день писала дипломную работу мы будем снимать всякие видосики репортажи поэтому почему самая телеведущая почему именно телеведущая наверное потому что это мне по душе у нас всегда была куча интервью и мне как-то это нравилось импонировало я подумала почему нет и решила пойти ну это логично это как-то продолжение того что отчасти ты делаешь что у тебя хорошо получается я конечно же не то чтобы я считаю я думаю что круто в любой специальности нужно быть профессионалом есть некая некая скажем какая-то какой-то потолок которого ты доходишь в силу того ну вот наверное силу того что тебе не хватает немножко образования поэтому мне кажется что будучи профессионалом в этой теме у тебя там больше возможностей но при этом мы прекрасно знаем что среди телеведущих или радиоведущих очень много ребят которые не заканчивали какой-то специальности в этом направлении а просто как-то вот оказались на телевидении но единственное что мне нравится и импонирует то что у нас не только как бы развитие в сфере диктор и телеведущий но также у нас тележурналистика и мы сами пишем сценарий сами пишем какие-то программы поэтому на телевидении я бы наверное тоже поработала это интересно класс слушай но ты бы поработал на телевидении я знаю что у тебя был опыт и ты снималась в фильме 11 детей из Моршина собственно ты представительница самого крутого коллектива который взорвал мне кажется детский шоу-бизнес и ты сама об этом говорила так и восемь лет за спиной очень крутой классной истории классных приключений расскажи немножко чем ты занимаешься сейчас чем я занимаюсь сейчас у меня планируются проекты которые я пытаюсь уже несколько месяцев реализовать но из-за карантина из-за каких-то там еще проблемах этот процесс идет поэтому я уже жду не дождусь когда объявить об этом когда рассказать но я не хочу пока делать спойлеров потому что чем больше я об этом начинаю говорить и рассказывать тем меньше оно потом осуществляется я так считаю потому что это уже было на моем опыте поэтому осталось немножко подождать и я все расскажу и покажу классно а что ты можешь нам рассказать а что я могу ну хоть немножко хоть что но я могу сказать то что я давно хотела этим заниматься и на самом деле это была моя мечта но наверное из-за того что большой период я была в группе у меня просто напросто не хватало на этого на это времени но наконец-то здесь теперь открылись также новые двери новые сферы и пора покорять их я считаю супер класс но я хочу тебе сказать что очень много тут вопросов к тебе они абсолютно разные понятно как дела да и заканчиваю расскажи пожалуйста почему решили выставить видео о распаде группы open kids раньше чем пятница в общем и так далее сплетни сплетни вошли я хочу тебе сказать что это наш с тобой эфир и мы можем отвечать на те вопросы на которые мы хотим мы можем делать то что мы хотим и я хотел бы конечно чтобы мы поговорили с тобой и немножко вот рассказали тебе сейчас вот о твоей жизни о каких-то твоих планах и может быть там и на какие-то вопросы не отвечали потому что это какая-то постоянная тема на которую ты говоришь или отвечал ранее уже много раз ну да поэтому ты тут фильтруй хорошо помогай мне хорошо я видела этот вопрос спрашивали почему наш митинг не в цуме я думаю нужно объяснить что это карантинные нормы и например 242 человека которые смотрят прямой эфир если бы они все пришли например если они находятся в киеве то это был бы перебор правда но я хочу тебе сказать что у нас была такая рекордная явка когда у нас гостяк было алла клеменко и там было больше трех тысяч регистрации на сайте facebook мы там положили реально страницу это все как-то одномоментно произошло и потом было такое количество людей в цума что они стояли в коридоре в проходах и если честно очень сложно в магазине организовать общение таким образом чтобы всем этим людям было хорошо слышно доступно удобно и так далее и мне кажется что это был какой-то даже перебор поэтому вот здесь мы можем собрать и больше аудиторию во-первых во вторых аудитории с разных уголочков потому что мне кажется если мы сейчас проведем перекличку то здесь наверное вся украина да я тоже так думаю может даже не украина кто-то из других стран так планируешь выпустить свой трек но тут все спрашивают по поводу твоей сольной карьеры и спрашивают вот по поводу каких-то чего нам ждать от тебя возможно это как раз то что ты нам не рассказываешь на самом деле мне хочется записать свой трек и в последнее время очень много друзей моего окружения кого я встречаю все спрашивают лера ну что когда сольный трек и какой-то период времени я вообще об этом не думаю нет я там буду заниматься другими еще чем-то что мне бы хотелось попробовать но сегодня вчера и в принципе последнюю неделю я задумалась почему нет мне прям сильно хочется и много предложений от разных сам продюсеров приходят давай что напишем классно от дистрибьюторов я думаю почему нет надо попробовать и сделать что-то именно что мне по душе и как бы я хотела презентовать себя в сольной карьере класс я сказал про всю украину а здесь вот барнаул пишут пишут екатеринбург ростов разные-разные уголочки так что мне кажется у них время вообще уже ночь ночь если у нас восемь вечера дети почему вы не спите казахстан так лер когда блоги в youtube я так понимаю что все ждут какие-то твои классные выпуски ты перестала их делать или просто ты закончил логично какие-то вещи и что-то нет учеба отнимает достаточно времени и поэтому они у меня висят в монтажке на ноутбуке но некоторые сделаны есть еще целых три видоса которые нужно просто взять доделать и выпустить это как раз про open kids про нашу последнюю встречу и два просто жизненных с моих путешествий которые были карантинные и один просто как я проводила карантин поэтому ребята дождитесь пожалуйста я все делаю и я выставлю класс я хотел тебя конечно попросить еще в конце эфира мой сын старший у меня двое детей вот которого я очень хотел бы как-то тоже организовать и радуюсь тому я задумался на секунду что классно ты когда-то попал в студию где занимались и хореографией и занимались вокалом и занимались там много чем то есть творчески развивали детей и что это так круто завернулось потому что конечно же я бы попросил его присоединиться к нам потому что песня круче всех было нами заслушано ты не представляешь там сколько раз и под нее еще и младше танцуют и мы такой брейк-данс выдаем класс класс слушай я я не знаю насколько это старая информация или что ты преподавала и кореографию собственно в студии да ты продолжаешь подавать сейчас или это была временная какая-то история ну я преподавала 16 лет получается мне сейчас 20 где-то года два я ставила разные постановки для команд и мои команды даже выигрывали на всеукраинских соревнованиях занимали первые места вот и я решила сейчас на карантине это возобновите сделать онлайн какие-то свои занятия тренировки чтобы ребята с разных стран и городов могли себя попробовать потому что я знаю многие стесняются приходить в студии там где много детей и ты не умеешь еще танцевать начать двигаться у кого-то нет возможности пойти в студию поэтому я решила сделать это в онлайн режиме чтобы каждый мог попробовать себя поэтому я сейчас над этим работаю слушай скажи когда ты пришла вот это было 10 лет назад у тебя все получалось то есть это как-то вот было про тебя вот расскажи какой ты была 10 лет назад какой же классной танцевальном плане его в любых других планах я пришла 10 лет назад мне было 10 логично вот и я перепробовала во всех сферах начиная с рисования акробазики мне там не подходило окружение либо я чему-то научилась и это было мне мало я хотела куда-то попасть в общем я пришла в студию я помню первое время ходила в младшую группу и первые месяца я очень быстро развивалась то есть педагог он же и продюсер будущему панкидс он сказал то что по родителям моим пора леру перевозить старшую группу и как только я попала в старшую группу где мне 10 а ребятам по 16 14 лет для меня это был огромнейший стресс я помню как я приходила рыдала ночами говорила родителям пусть меня отправят обратно младшую группу не сильно сложно но это был классный период который помог мне быстрее вырасти и переступить какие-то границы которые мне мешали не знаю психологические барьеры и тогда все уже конечно пошло намного круче очень много разных занятий стилей как раз в этом возрасте это намного больше всего впитываешь себя и потом это получается твой опыт класс супер так ты лучшая привет друзья всем привет рады вас приветствовать наверное уже сейчас можно еще рассказать всем потому что у нас больше что это проект all star stalks это проект куда мы приглашаем наших друзей друзей найки найки спортсв и мы сегодня будем вот с лерой общаться о ее творчестве общаться ее планы поговорим обязательно о спорте мы уже отчасти говорим о спорте рассказывая про ее начало карьеры про танцы и и многое другое задавайте ваши вопросы пожалуйста тут очень много вопросов конечно общаешься ли ты с девчонками пишет что ты самая яркая в open kids и так далее как вы как сейчас поддержите ли вы отношения в каком формате мы переписываемся все нормально все хорошо поэтому ребята не нервничайте правда я хотела сказать кстати что я очень давно хотела попасть на all star stalk я помню мы с девчонками были в туре и мой друг доняшу он рассказывал про графический дизайн я видела у него митинг был в цуме я думаю блин как бы я тоже хотел попасть но вот пришло время я здесь класс это очень круто это все вселенная да ты писала как-то место определяла геолокации в инстаграме вселенная мне кажется нужно все такие мысли и желания обязательно их проговаривать и посылать они будут реализовываться о чем ты еще мечтаешь кроме того чтобы попасть в all star talks куда дальше я на самом деле вот последнее время мы никуда не выезжаем я уже полгода нахожусь в киеве мне так хочется перезарядиться поехать в какой-то другой город вдохновиться потому что путешествия всегда присутствовали моей жизни а тут их сейчас нет к сожалению из-за карантина я бы хотела наверно куда-то выехать ну а какое место тебе из твоих прошлых путешествий вот больше всего понравилось и почему больше всего наверное барселона я была всего лишь там три дня со своей семьей мы соединили мой и папин за рождение я думаю ты скажешь я всего там была три раза и хотелось бы конечно но пока только три дня но за три дня этот город меня просто покорил архитектура горы лайфстайл вообще в принципе людей и меня очень сильно это впечатлило и почему-то мне хочется туда теперь каждый раз возвращаться и возвращаться но вы были пару дней в барсе потом полетели на тенерифе или но да я знаю я имею ввиду что это было через барселону и тогда ты побывал в барселоне или это отдельная поездка нет это была отдельная поездка как раз перерыве выходных open kids в туре мы вырвались девчонки некоторые полетели в париж я помню я полетела в барселону в общем у нас был такой мини-викинг и на тенерифе мне тоже очень сильно понравилось я там серфила это было интересно слушай но вот полгода ты собственно в киеве и некий такой мы все находимся изоляция как ты там я не знаю следила ли ты в это время за питанием занимался ты специально спортом практиковала ли какие-то новые штуки для себя которые не делал ранее поделись немножко расскажи об этом да на самом деле во время карантина стало у всех намного больше времени и мне это безумно нравилось потому что я могла его использовать с пользой и я начала учить испанский язык я пришла на курсы по английскому наконец-то чтобы поднять свой уровень потому что у меня в университете нет английского я решила что чтоб не забывать английский без путешествий нужно его хотя бы так практиковать с носителями языка вот так же спорта стало намного больше моей жизни я безумно счастлива этому параллельно своих каких-то тренировок подкачек я пошла еще на емси если так он называется когда ты надеваешь костюм который заряжен импульсами и ты вместе с ним тренируешься и это больше нагрузка в два раза чем в обычном спортзале поэтому это классно я рада конечно что у меня а тебе обычной нагрузки в зале мало я правильно понимаю себя еще там бить каким-то током периодически чтобы держать тонусе еще как сказать на самом деле сейчас меня немножко смущает спортзал потому что как бы карантин много людей я немножко стремаюсь из-за этого а тут в эти на этих тренировках ты один и только тренер поэтому меня это устраивает как раз супер ну давай поотвечаем еще на вопросы есть например вопрос хотела бы хотела ли ты когда-нибудь переехать жить в другую страну или город не знаю на самом деле период моего взросления это мнение постоянно меняется я конечно люблю киев но порой мне хочется отсюда уехать и что-то поменять я думаю это в принципе нормально когда у тебя какой-то там быстрый ритм жизни мне бы очень сильно хотелось попробовать пожить в нью-йорке я понимаю что это сложно это далеко это что-то новое но мне почему-то кажется я более чем уверена что этот город мне импонирует поэтому надо будет попробовать мне кажется ты уже эту мысль тоже в космос отправляла когда там выкладывала фото не нью-йорк конечно да поэтому ждем ждем когда вселенная поможет я сделаем прямой эфир но я я не очень понимаю вопрос почему эта группа собственно давайте друзья пишите вопросы будем на них отвечать может быть ты понимаешь некоторые вопросы кто-то спрашивает выше сколько мне лет мне 20 ужасно это говорить конечно но меня 20 ребят слушай но ты помнишь эту песню мне 20 я хочу жениться и тогда теперь он спел песню 30 но слушай мне кажется реально это это начало и конечно у тебя был очень крутой старт я вот думал что твоя карьера вокально она не похожа на многие другие потому что обычно девчонки там заниматься какой-то вокальной студии работают выступают смысле на этом безумном каком-то количестве конкурсов вокальных здесь ты попала в студию вы сразу сделали коллектив вы стали петь снимать клипы и разъезжать по всем странам и весам собственно и стали супер супер популярными я даже не было этих всех конкурсов потому что как-то я не уверена что я бы чувствовала себя там комфортно когда миллионы людей детей все с родителями все поддерживают мне хватило танцевальных конкурсов на танцевальных там наверное другая атмосфера потому что танцы это все больше френдли все танцоры как семья они друг друга поддерживают и это было круто слушай но мне если честно я знаю что ты писал об этом что родители никак не участвовали и не поддерживали ну не плане они поддерживали тебя всегда но они не помогали тебе в твоей шоу бизнес карьере в плане того что не спонсировали это вот что мне когда я видел первый клип и видел тогда пить вашего вашу пятерку мне казалось что это вот родители сбросились и решили чтобы девчонки попели вот как это было на самом-то деле если честно несколько не было на самом деле потому что первый хейт первая волна хейта которая нас обрушилась то что наши родители депутаты это все проплачено девочки вообще не талантливы ничего не умеют делать родители решили для себя поразвлекаться и снять им клипы но это вообще не было так наши родители просто нас поддерживали морально вдохновляли мотивировали всей работой занималась команда и получается продюсер и создатель студии open art вот согласен все подходит мне просто было интересно знаешь потому что я никогда не копал и никогда не вникал и я вообще честно говоря вот какой-то момент когда мы объявили эфир с тобой я посмотрел и ты пишешь что тебе уже 20 я вообще как-то этот момент пропустил то есть мне мне казалось что open kids это еще вот девчонки которым но было тогда очень мало лет и сейчас как-то остается очень мало лет вот время останавливается в этом коллективе резко повзрослее слушай но а был какой-то момент вот такой вот переходной с детской группы уже все-таки в такую какую-то взрослую группу а вот была ли какая-то ну я не знаю не то что быломка да у вас же не ломались голоса как у парней но тем не менее какой-то момент вы стали другими вот хотя в принципе я когда так анализирую группу я смотрел что все девчонки они какими-то были такими детками а ты всегда на их фоне смотрелась немного старше но не столько старше смотрелась как модель немного ты всегда как-то вот что-то было в этом знаешь такое что вроде бы все позировали но они как-то это делали по-детски а ты немного это делала взрослее вот поэтому вопрос был ли какой-то переходной период и может быть какой-то даже непростой период когда прошло четыре группы там года или может быть там не знаю пять ну наверное это когда начали меняться треки тот же ex-boyfriend и так далее господи под утро там где мы уже начали петь про парней так сказать подростковый возраст и мы на самом деле волновались как на это отреагирует аудитория потому что она была разная некоторые наши одногодки некоторые младше некоторые еще вообще там детки но это наоборот круто что мы послушали свое сердце и сделали как считаем нужным потому что под утро взорвал вообще мне кажется детские снг и многие писали то что это гимн девчонок как у макса коржа малый повзрослел там где все пацаны от него отрываются а у нас все отрывались под утро класс здесь ну есть ряд вопросов если ты выхватываешь что давай будем на них отвечать я конечно хотел спросить еще давай поговорим про твой опыт съемок кино это прям супер интересно это очень круто да это было захватывающее приключение захватывающее лето и я безумно рада то что у меня была возможность поучаствовать в таком огромном проекте с большим продакшеном с большой командой с профессионалами там участвовало очень много актеров точно также артистов украинских там сергей бабкин скичко в общем было очень много и это принесло ряд знакомств ряд опыта и на самом деле мне бы хотелось продолжать возможно сниматься это украинских сериалов было бы круче в зарубежных вообще но поживем увидим поэтому мне бы не кажется у тебя точно все для этого есть это первый момент второй момент что сейчас украинское кино она все же развивается очень активно и бюджет выделяется больше она появляется в прокате снимается большое количество классных разных сериалов и в том числе и сериалы которые помогли ну там как сериал школа например ребятам ну прям очень серьезно выстрелить с точки зрения там социального капитала инстаграма и так далее да поэтому я надеюсь на самом деле что в украине больше будет сниматься сериалов для подростков потому что в америке в испании это намного больше развита а потом просто некоторые украинские не знаю продакшены переснимают подобие но это не так прикольно мне кажется можно про украинских подростков тоже много всего рассказать показать их жизни и все молодежь это тоже заценит класс да я я как бы так знаешь я учу испанский потягиваю английский а вообще сериалы вот испанские американские все понятно складывать дважды два вот это круто слушай международный опыт это прям очень интересно это другая школа актерская да то что у нас и то как это у нас и какой у нас зритель какой зритель в испании какой зритель в америке это совершенно разные истории поэтому если у тебя будет такая возможность и этот опыт это прям обалденно так отвечайте на вопросы кто-то тут нас без конца критикуют сколько съемки фильма длились по моему три месяца но я участвовала в съемках около месяца потому что моя роль была по этим дням так сказать я не везде была задействована я хочу сказать по поводу отвечайте на вопросы что лента несется с такой скоростью что очень сложно иногда прочитать выхватить больше одного слова глазами если же не первый раз мелькает вопрос как ты относишься к новому набору группы вот да я вижу что ребятки волнуется да ничего нормально мне уже 20 пора идти своим путем и двигаться дальше поэтому все хорошо а новый набор группы это девчонки которым по 10 лет или это какой-то другой формат да я просто тоже увидела видос на кастинге там написано от семи до десяти лет поэтому это будут малыши карандаши как мы были вторая волна вторая волна слушай но вот класс дай бог чтобы у них тоже все сложилось да так где-то я тут видела тоже вопрос а лер какой хаус тиктокеров тебе приглашали меня ты знаешь тикток хаусы это сейчас мейнстрим тикток прости прости есть целые дома где живут эти блогеры тиктокеры снимают свою жизнь и в россии они сейчас очень сильно популярны и в америке у нас в украине они только начинают развиваться ребят меня звали в украинский дом you love home и звали еще один нужно было вообще в другую страну переезжать но я пока не готова была к этому потому что там больше чем год а мне нужно закончить еще университет поэтому я отказалась круто а расскажи немножко больше про эту историю то есть это ребята где-то в каком-то доме находятся и и в течение большого количества времени они что-то снимают там да да снимают видео для тиктока ты знаешь такую платформу тикток да я знаю платформу тикток я просто мне интересен этот формат то есть я понимаю что такая каждодневная работа какая-то да труд где вместе просто бандой определенной командой ну да да развивают свои странички в тиктоке можно так сказать живут просто в одном доме тусуются реалити-шоу такое окей так привет класс знаем мы такой город как вязань так мы зависли с подругой все понятно это уже просто многие периодически цитируют ваши песни это мило будет потом на пенсии рассказывать песни своей молодости своим внукам слушай расскажи немножко питание своем но питание первый вопрос будет а второй вопрос выращиваешь ли ты дома алоэ вера нет это был вопрос про тему того что ты любишь алоэ вера и часто там волосы и не только волосы и в целом вот это не было выращиваешь ли ты но я например смотри мы очень любим камбучу и у нас дома есть там четыре трехлитровых банки но сейчас три где мы значит это значит разводим гриб и делаем себе камбучу и когда в общем-то нас мучает жажда и хочется чего такого особенного прохладного из холодильника мы ее пьем но это значит конечно покруче чем тикток но мне кажется более взрослая тема здесь можно не успевать с диплом на работу если будешь разводить камбучу я никогда не пробовала правда камбучу никогда что не пробовала камбучу никогда не пробовала нет пропустила этот момент момент жизни но он еще называется чайный гриб но камбуча это сейчас просто отчасти такое сегодняшнее название но есть ряд брендов полезных брендов которые продают прям камбучу в бутылках это прям очень очень вкусно будет ли прощальный концерт давай вот эти это будет какой-то прощальный вопрос сегодня про эту тему хорошо будет ли прощальный концерт на самом деле я думала что будет но в нашем прощальном видосе мы сказали что в этих концертах которые перенеслись с весны на весну спустя год получается из-за карантина мы не будем участвовать будет участвовать новый состав вот поэтому к сожалению ребята можем сделать какую-то фан-встречу либо эфирчик не знаю но прощального концерта не будет хотя мне бы хотелось с вами всеми пообниматься спеть напоследок эти песенки и классно разойтись но нет ну ты знаешь всем сейчас хотелось бы со всеми пообниматься это прям такое желание какое-то да но мы стараемся держать себя в руках да ты придерживаешься какой-то диеты я ну нет такого что я прям на какой-то диете просто здоровое питание там не знаю фруктики, овощи, салаты и все но вот прям себя в диете кого-то не держу просто контролирую по питанию и все но я очень сильно люблю круассан какой-то просто пустой или миндальный какой круассан у тебя любимый? я люблю с мачи, люблю с малиной очень много разновидностей круассанов есть в мире в Киеве столько всяких вкусных мест пооткрывалось это правда в этом плане Киев, конечно я обожаю не только с точки зрения вкуса Киева а с точки зрения культуры нашей, сервиса нашего это прям бомбы ракета очень круто да, это точно ребятки, позадавайте еще какие-то вопросы не только про группу давайте про группу, если что, поговорим в моем отдельном эфире если вы так хотите да, да, да слушай, а есть ли какая-то история с Найкой связанная? это наш традиционно любимый вопрос ой, блин, я даже не знаю но на самом деле я просто ребята, те, которые давно за мной следят они точно знают, что я фанат этого бренда начиная, наверное, с лет 12 когда вышли первые форсы потом дальше хуарачи у меня куча разных цветов было и больше всего кроссовок в моем гардеробе прям фанат кроссовок и шопоголик постоянно с разных поездок я привожу себе по две новых пары разных цветов но больше всего у меня форсов не знаю, почему-то я люблю эту модель и Найки это прям любовь беру с закрытыми глазами даже не меряю, да? да, да, есть такое у меня родители, конечно, говорят что у них квартира скоро развалится от моих вещей и количество гардеробов худи у меня тоже очень много всяких я постоянно скупаю и думаю, зачем я их купила? зачем я их купила? я все равно продолжаю покупать в общем, это какая-то уже болезнь ну, а какая у тебя любимая там отговорка? есть какая-то отговорка, когда ты говоришь ну, это для работы это как бы, ну, это прям нужно мне для творчества это очередное худи или, может быть, эти кроссовки? да нет, просто худи и кроссовок много не бывает и все я считаю, что их много не может быть слушай, ну, я там периодически тоже бываю на разных тусовках поэтому у меня достаточно много одежды плюс там мероприятия и другие какие-то вещи, еще проекты но суть в том, что когда-то я вот это мой мой любимый был такой аргумент я говорил, что ну, это для работы вот этот пиджак, это рубашка прям она очень нужна но сейчас, в последнее время моя супруга, она носит мои толстовки носит худи и теперь иногда, когда я что-то такое из кэжуала или спортивное там беру в Найке я ей говорю, слушай, ну, это для нас мы как бы вдвоем же будем с тобой носить поэтому это для меня и для тебя класс я тоже, кстати, не в своей худи сижу это у моего парня я у него забрала поэтому мне кажется, так у всех пар класс сколько вы уже вместе? почти полтора года ты так задумалась ты не помнишь точно? то есть, как бы это лучше у него спросить? да нет, просто начала считать полтора года, наверное, будет зимой ну, почти полтора года поэтому вот так класс ну, знаешь, есть люди, которые хорошо помнят даты а есть люди, которые как-то, ну, наверное ну, как-то долго мы уже вместе нет, ну, дату я помню класс, ну, я так понимаю, что круто я просто ничего о нем не знаю вот он в твоей же сфере трудится или это человек, который вообще из другого мира? тоже в творческой сфере супер он как-то помогает тебе в сегодняшних, там, проектах ну, кроме того, что поддерживает, там, технически как-то как человек, который, может быть, полезен тебе в каких-то штуках помочь поснимать что-то и так далее или каждый из вас занимается чем-то своим в этом плане? ну, на самом деле он мотивирует меня и вдохновляет двигаться дальше там, например, когда я опускаю руки, он говорит давай, давай, еще вот такие проекты давай, действуй, поэтому в этом круто и также он помогает мне, если мне нужно отснять какую-то рекламу либо какие-то посты поделать я прошу его всегда отфоткать или отснять что-нибудь конечно, ему это надоедает глобально, но что поделаешь супер, друзья, мы с удовольствием будем отвечать на ваши вопросы так, просят провести тебя как-то встречу с фанатами трансу с фанатами говорят о том, что крутая идея как-то выйти в прямой эфир вот, с девчонками и со всеми пообщаться ты лучшая привет, привет, друзья, всем привет у нас точно есть еще минут 20 пообщаться мы с удовольствием будем отвечать на ваши вопросы поэтому, друзья, пишите так, Лера, ты планируешь развивать вокал? да, почему нет собственно, есть ли у тебя какие-то в этом занятия сейчас направления или какие-то планы? ну, не знаю нужно найти, наверное, время пока я об этом не задумывалась слушай, а ты ходишь на кастинги какие-то телевизионные? именно я имею в виду с точки зрения как ведущая ток-шоу или ведущая какой-то программы нет, но мне бы хотелось я сегодня ехала и начали слушать радио я почему-то подумала, блин мне был какой-то период времени наверное бы хотелось попробовать себя в роли радиоведущей это интересно но, конечно, может, мой тембр не такой классный и не факт, что подходит но, не знаю, надо пробовать, наверное я, честно говоря, мой тембр не такой классный и не знаю, что это я уверен, что каждая радиостанция с удовольствием бы тебя с руками и ногами взяла вот, вопрос, какая радиостанция тебе ближе слушать радио всегда такие бархатные голоса низкие, красивые а у меня он не такой, мне кажется ну, такие голоса у парня но, может, навязывают слушай, ну, я думаю, что тебя очень сильно любит камера еще поэтому классно тебе метить в телек вот, радио это точно интересный опыт и вы же были с девчонками на многих радиостанциях собственно, я помню, вы были и на Energy вот, когда я вел там утреннее шоу поэтому, собственно, как бы, мне кажется, ты все представляешь вот, и, кстати, Energy — это твоя история потому что там как раз молодежная аудитория это одна из таких радиостанций которая в формате все-таки контемпро-хит-радио это формат молодежи формат современных хитов поэтому, вот надо идти да, надо идти надо пробовать обязательно, класс ну, тем более, слушай демку ты можешь сделать прямо на диктофон своего айфона да и мне кажется, тебе даже не нужно ничего делать так, передавай приветы передаю приветы ребят, кто здесь пишет это не вопрос, но ты лучший привет передай Соне Соня, спасибо тебе большое я передаю тебе приветики так, проведи свой конкурс у тебя очень классный голос вот смотри те, кто тебя слушает поддержка я хочу тебе сказать, что практически все ведущие и многие, кто работает как на телевидении, так и на радио они себе не очень нравятся в кадре и не очень нравится, как они звучат то есть это вот как бы нормальная история а те люди, которые очень нравятся, как они звучат, мне кажется, что они немного настолько влюблены в себя, что это порой может мешать даже работе поэтому вот какая-то такая история, это нормальная абсолютно штука хотя нам один педагог говорил, вы пришли в университет на телеведущих только потому, что вы все самовлюбленные нарциссы вы хотите себя слушать и видеть постоянно на экране мы, конечно, с ребятами посмеялись с этого ну, потому что, мне кажется, это не так так, ребят, пишите еще какие-то вопросики смотришь ли ты сейчас сериал слушай, расскажи немножко, да, есть у тебя какие-то любимые там киношки которыми ты с удовольствием поделишься или что ты недавно смотрела, прям тебе понравилось запомнилось или, может быть, там какая-то книга, которая тебе интересна сейчас мой любимый сериал это Почему женщины убивают я не знаю, кто-то слышал, смотрел но он очень классный по съемке очень крутой по кадрам, по монтажу и мне на самом деле я его смотрела, я не знаю, может полгода или год назад я уже жду второй сезон, чтобы пересмотреть и в общем, со стороны монтажа мне он очень сильно нравится и сюжет тоже классный у тебя профессиональная такая профессиональная оценка с точки зрения кадров с точки зрения монтажа это круто ну, может быть, может быть потому что у меня же есть монтаж как предмет в университете и мы разбираем какие-то фишки которые может не замечать зритель мы с тобой немножко поговорили о кроссовках а давай поговорим о стиле твоем вообще какой у тебя стилечек вот в поседневной жизни мы, конечно, если судить по инстаграму там больше фоточки с каких-то разных фотосессий когда ты в разном чем-то а вот что ты любишь? что про тебя? про меня это стрит-стайл всякие худи футболки оверсайз джинсы в чем комфортно и что выглядит сильно это точно про меня поэтому я думаю как-то так я иногда пишу в своих сторис то, что у меня нет какого-то определенного стиля это мой собственный стиль я иногда их смешиваю на самом деле я одеваюсь всегда под настроение это может быть и что-то классическое на следующий день это может быть что-то яркое но больше всего у меня черный цвет в гардеробе хотя я не мраюсь слушай, я видел тебя я видел тебя на фоточке с бечелой да, да следишь ли ты за неделями нашей украинской моды следишь ли ты за нашими украинскими дизайнерами и может быть у тебя был опыт где ты шла по подиуму был какой-то такой опыт в тексте? ну вот на фото где я с бечелой это как раз и был мой опыт он представлял новую коллекцию и мне посчастливилось поучаствовать в этом всем на самом деле было супер волнительно потому что я впервые шла по подиуму такого крутого дизайнера было очень много артистов знаменитых каких-то селебрити гостей которые сидели и ты идешь в невероятно красивом платье на каблуках а я всегда в кроссовках хожу поэтому в этом была сложность но это было очень круто мне безумно понравилось и это супер классный опыт слушай так классно звучит это с одной стороны так круто что ты участвуешь в показе бечелой ты говоришь о том что вокруг так много крутых людей и артистов при том что у тебя больше чем у многих подписчиков в инстаграм у тебя очень классная история твоей карьеры работы в группе и при этом ты остаешься супер в этом плане простой адекватной и восхищаешься другими людьми что мне кажется ну прям супер классно вот очень спасибо тебе большое за это спасибо так тут предложение закидать тебе сердечками друзья давайте закидаем сердечками я знаю что когда ты еще занималась студией ты играл на барабанах да было дело мне кажется все леры мира играют на барабанах кого из лер я не встречаю своих тесок все говорят о ты тоже играл на барабанах это какая-то общая фишка всех лер супер ты как-то развиваешь какой-то еще музыкальный инструмент тебе интересно было бы или может быть и для себя или пока вот это все в каком-то ящике это наверное какой-то пройденный этап пройденный период я и училась на гитаре играть и что-то когда-то на пианинко но с барабанами наверное у меня были самые тесные отношения несколько лет но потом к сожалению из-за того что началась в общем очень загруженная жизнь ритм, график, концерты, туры я не могла бы их с собой просто возить везде репетировать я как-то это закинула и все но моя любовь к ним все равно осталась слушай, а зачем ты еще скучаешь кроме путешествий? чего тебе еще не хватает? во время сейчас карантина? ну и во время карантина и как бы вот в новых обстоятельствах которые сложились ну я думаю то что мне не хватает сейчас концертов и горящих глаз которые мы всегда с девчонками видели именно каждый день новый город новые ребята новая энергия вы всегда обмениваетесь и всегда это наполняло какими-то эмоциями сейчас из-за того что у нас только онлайн какие-то штуки переписки в инстаграме либо мы обменяем с каким-то смс это все не так ощущается наверное поэтому я очень сильно скучаю привет нам из Ивана Франковска других еще каких-то уголочков бесконечное количество сердечек ну и конечно же комплименты Луцка привет вам друзья спасибо большое что пишете и обозначаете города это очень приятно это мой младший ломится где-то там будет и старший потом класс супер о чем тебе хотелось бы рассказать и поделиться скажи пожалуйста возможно мы какую тему не затронули но вот тебе как бы вот хотелось бы об этом поговорить это важно для тебя даже не знаю мы много тем затронули поэтому все нормально если мне что-то еще придет в голову я обязательно скажу пишет Лера это ты реально давайте танец все ждут танец брейк-данс брейк-данс слушай ну мне нужно будет позвать давай тогда ты ты расскажи что-то хорошо пока хорошо я тут пока пообщаюсь а я пойду найду парня окей друзья никуда не уходите с Баку привет ребята привет Баку мы должны были к вам приехать но к сожалению из-за карантина концерт отменился я очень сильно скучаю по Баку и надеюсь то что будет возможность когда откроют границы и когда пройдет карантин мы с вами увидимся погуляем по центру там вообще очень клево мы тоже скучаем вот и я скучаю можете пока мне что-то понаписывать и я вам быстренько поотвечаю пока мы ожидаем кстати только подключается привет привет красивая спасибо я тут привет так я пришел вот собственно Родион Родион сейчас тебе покажет свой брейк-данс так ты знаешь песня круче всех подставляй меня сын сейчас не делай такое лицо как будто ты ее ни разу не видел вот это Лера я тебя знакомлю она это пела песню для тебя и для всех остальных покажешь нам брейк-данс супер это не часто бывает потому что он же как бы парень часто я имею ввиду что мог и застесняться все выходи на площадку тогда давай нет я могу только давай вот здесь внизу у нас потанцуешь для нас у нас не так много тут места но тем не менее мы сейчас покажем я в предвкушении так это у нас вау нижнепр только там давай где там ну давай не будем выходить потому что там это и давай здесь сын ну достаточно места здесь тебе вот класс отлично надо снять носки правильно надо снять все что мешает собственно класс нос немножко бывает коленка дай пять отлично получилось ты большой молодец скиньте смайлики эмоции что мы все хлопаем класс крутяк у тебя было все супер все было очень классно да мы завтра подготовим тебе еще покажем и сбросим видео мы обязательно сбросим видео она посмотрит я считаю что это было очень круто мы сейчас ищем школу будем учиться но у нас есть отчасти понимание что мы уже умеем вот так это хорошо особенно когда поддержка родителей если они верят открой больше становится да класс ну что ж я так понимаю что были ли у нас какие-то еще вопросы все хлопают за поддержку так так на ряд вопросов мы уже отвечали что будут обязательно встречи друзья и все сложится и спасибо за аплодисменты так Лера спой песню из репертуара ты практикуешь да да Лера куда дальше после опен это конечно а мы сегодня это уже все обговорили ребят кто-то опоздал да было но слушайте друзья мы сохраним эфир мы сохраним эфир обязательно Радюш давай спасибо тебе я уже все рассказал что ты можешь специальной одежде в скользких носках в другом месте потому что здесь мало места я уже поделился иди пожалуйста к маме мы все рассказали ты большой молодец столько было тебе комплиментов мы потом посмотрим это класс так когда заканчивается учеба ну в общем-то мы на все эти вопросы друзья уже ответили мы сохраним эфир вы сможете потом это посмотреть увидеть и услышать ответ на на свои вопросы которые были заданы ранее и на которые мы уже успели ответить это точно так любимый стиль музыки ой он разнообразный у меня есть любимый исполнитель это Blackbird я сегодня его тоже слушала и в Apple Music есть классная фишка где показывается плейлист треков которые ты больше всего слушал за год и вот его все песни с его альбомов просто есть в этом плейлисте поэтому очень сильно люблю его музыку вот так надеюсь что у нас в скором времени будет фит слушай но я думаю что очень многие наблюдали за тобой и всегда поддерживали и они были поклонниками твоего творчества и тебя может быть ты что-то порекомендуешь или подскажешь у тебя есть такой свой очень большой жизненный опыт который ну в принципе который ты приобрела благодаря тому что ты делал определенные вещи или определенные шаги вот есть какие-то у тебя там пару советов что делать для тех кто мечтает петь для тех кто мечтает танцевать для тех кто мечтает тоже прикоснуться к шоу-бизнесу на самом деле нужно найти себя и свое дело которому ты будешь готов посвящать себя просто полностью 24 на 7 и не всегда нужно прислушиваться к окружению к хейтерам либо к людям которые говорят тебе негативные комментарии потому что если ты чувствуешь что это твое обязательно продолжай заниматься действовать и мечтать я всегда говорю чтобы ребята не забывали мечтать потому что все мечты исполняются класс ты считаешь себя блогером или ты больше инфлиенсер как ты к этому относишься кто как называет на самом деле ну я считаю себя блогером почему нет я инстаблогер ютуб блогер тикток блогер если есть такой поэтому поэтому да почему нет ну некоторые разводят разницу в плане того что блогер это тот у которого есть блог он его ведет это для него работа а инфлиенсер это популярный человек у которого есть условно там свое мнение позиция род деятельности и так далее и он собственно там ведет это в каком-то другом ключе это как я это понимаю я не претендую на правду вот поэтому мне было интересно насколько ты занимаешься насколько ты уделяешь этому внимание развиваешь либо это просто какая-то параллельная история которая идет наверное это параллельная история которая идет просто долгое время я не могла решиться на создание ютуб-канала блога тиктока почему-то вот как раз ребят наверное как у вас были сомнения ой получится ой не получится ну не знаю это мое не мое но нужно просто пробовать когда я зарегистрировалась на этих платформах вы все были супер рады и счастливы поддержали меня и поэтому мне захотелось развиваться дальше вот поэтому давайте друг друга поддерживать и будем достигать всех своих целей супер класс спасибо тебе большое за сегодняшний эфир спасибо за тебя спасибо за то что ты поддержал нас и была с нами сегодня и я хотел бы чтобы ты тоже напоследок в завершение сказал несколько слов спасибо большое вам друзья за то что вы присоединились за ваше количество мне кажется это рекордное количество сердец всяких приятностей обнимашек и всего остального что было поэтому спасибо вам за то что вы такие спасибо ребята я хочу сказать спасибо огромное каждому кто сегодня присоединился каждому кто писал я думаю в ближайшем будущем я сделаю отдельный эфир с вами как мы любим выходить и знакомиться с разными ребятами из разных стран и городов спасибо вам за поддержку за любовь я вас тоже безумно люблю оставайтесь такими же классными и не забывайте мечтать друзья мы сохраним эфир спасибо вам большое он будет на страничке AllStats.ua вы сможете его пересмотреть ну и следите за Лерой как вы это делали всегда мне кажется что в скором времени может быть она что-то разыграет даже в своем аккаунте Nike не знаю да 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 ну кто знает давайте будем следить вот и вот у вас будет какая-то классная футболочка вот как на мне сейчас или что-то другое посмотрим посмотрим спасибо пока спасибо огромное пока пока Продолжение следует...